30% народа Великобритании сказали, что когда-то в жизни они видели королеву. Я знаю после послания президента, что у него точная идея. Главный паралитет государства — это защищать человека. Самое главное — это иметь представление, что что-то все-таки будет лучше. Всем привет! В эфире очередной выпуск программы «Байтасов Лайф». И сегодня у нас в гостях очень известный человек в нашей стране, посол Великобритании, госпожа Кэти Ильич. Кэти, рада вас видеть! Я рада быть здесь! Спасибо большое, что нашли время и, будучи в Алматы, зашли к нам в студию, чтобы ответить на мои вопросы. Но прежде чем, конечно же, записать интервью и вообще приступить к нашей беседе, хотел бы выразить соболезнования лично вам в связи с уходом из жизни Великой Королевы Елизаветы II. Вы знаете, для нас, для всех в Казахстане тоже большая утрата. И мы понимаем, что... Мы вот сейчас тоже понимаем по большому ее вклад. Она всегда была тоже с нами, точно так же, как и с вами, она тоже была с нами все время. И сейчас то, что ее нет, вот даже сложно представить. Еще раз мои соболезнования. Хотел бы спросить в начале программы, как вы оцениваете сами лично ее вклад, этой великой женщины? Вы встречались с ней, тоже хотелось бы послушать ваши воспоминания о личной встрече с королевой. Да-да, я имела возможность встретиться с королевой один раз, когда я была послом в Армении. И по традиции королева принимает всех новых послов. И значит, я получила приглашение к Букингамской палате. И мы были четверо новых послов и разговаривали с королевой, наверное, 4-5 минут. Она была, ну, такая очень маленькая, аккуратная женщина. Она, ну, есть какой-то блеск, какой-то блеск в глазах, я бы сказала. И было видно, что она прочитала свой брифинг, очень внимательно тоже. То есть она подготовилась, да? Говорят, что она всегда с большой ответственностью к своей работе, к своим обязанностям, всегда относилась, ну, как бы с высочайшей точностью. Да-да-да, она подготовилась. И, конечно, мы все сейчас чувствуем, что, ну, как вы сказали, как она всегда была там у нас в жизни, в наших жизнях. И она была, ну, была какая-то связь с нашей историей, я бы сказала. Мы чувствуем, значит, это очень-очень сильно сейчас. Вы знаете, вот я вчера буквально, готовясь к нашей передаче, посмотрел фильм, который быстро сделала компания BBC в память о Елизавете Второй. И меня очень тронули слова Бориса Джонсона. Я даже удивился, что он может быть таким, ну, вот, совсем эмоциональным. Он сказал, что королева обладала особым магнетическим талантом заставлять людей вот чувствовать счастливее. У вас тоже было такое ощущение при встрече? Ну, да. Я, конечно, она целую жизнь, она постоянно встречалась с людьми. Был такой удивительная статистика, что 30% народа Великобритании сказали, что когда-то в жизни они видели королеву. Я не знаю, это правда или нет, но люди чувствовали, что правду, что они видели королеву или встречались с королевой. Так что, на самом деле, она знала, как расслабиться, вот, собеседника, я бы сказала. А, умела расположить к себе сразу, да? Да, да, да. Госпожа посол, у нас программа идет в канун, когда мы отмечаем 30-летие взаимоотношений между Англией и Казахстаном. И вы пришли к нам в Казахстан в 2021 году, вы увидели еще старый Казахстан, сейчас у нас новый Казахстан. Хотелось бы послушать о ваших впечатлениях. На ваших глазах происходят, в принципе, большие изменения в нашей стране. И хотелось бы ваше впечатление, что вот вам нравилось тогда. Чувствуете ли вы изменения, которые происходят сейчас? Ну да, я, когда я приехала, значит, в прошлом году, я уже чувствовала, что, ну, 30 лет после независимости, конечно, Казахстан были на грани вот огромных, ну, перемен, изменений. И, ну, люди, наверное, не очень верили, что будет быстро, что будет дальше. И, конечно, после январских событий я бы сказала, что вот в чем разница, что сейчас вот президент Акаев все-таки, он взял это в руках, и он выступил с разными речами, в которых он отложил, значит, заложил свои приоритеты. И я чувствую сейчас, что люди, на самом деле, они верят, что изменения будут. Конечно, это сложно всегда. И я знаю, если смотреть, например, на нашу историю, у нас были эти периоды экономических, политических изменений. Например, в 80-х годах, когда Айон Лейди и Миссис Татчер приступили ко власти. И самое главное, это вот иметь вот это представление, что что-то все-таки будет лучше. Ну, да, вы абсолютно точно подметили, что сейчас у нас идет достаточно болезненный период. И этот переход от одной формации к другой, ну, не то, что формации, а вот просто от одного состояния к другому. Но мы еще понимаем, что жена Казахстана нам нужно еще наполнить смыслом, наполнить реформами. И вот ваши ожидания, что вы видите в новом Казахстане, какие изменения вам нравятся, вот ваши ощущения. Ну, я постараюсь сказать на русском, я думаю, что один из изменений, которые очень важны, это вот этот другой баланс. В старом системе это как бы государство защищало себя, да? И сейчас самое главное, чтобы, на самом деле, главный паралитет государства, это защищать человека, да, прав человека. И, значит, нужен вот этот переход на новую систему, значит, юстиции, новое понятие и новую культуру, на самом деле. И вот что я чувствую, наверное. И второе, это, конечно, экономическое изменение. Пока не очень видно, но я знаю, после послания президента, что у него точная идея, то, что нужно привести ее жизни. Так что мы, конечно, хотим поддерживать эти нужные реформы. Спасибо большое. Вы знаете, у нас вот во время вот здесь январских событий, конечно, было немного страшно в Алматы. Вы же были в Астане, и вы не видели то, что происходит. В Астане было более-менее спокойно. Вот. И было, понятно, перекрыто очень много каналов связи. У нас было ограничение доступа с интернетом, были проблемы, да. И вообще в последнее время мы очень серьезно столкнулись, особенно после вторжения России в Украину, столкнулись с огромным потоком дезинформации. Как вы получаете информацию здесь, в Казахстане? Как вы отличаете фейк от нефейка? Вообще, как вы смотрите, как вы собираете информацию здесь, у нас в стране? Вот об этом хотела бы поговорить. Да, ну, наверное, как все, мы стараемся собирать информацию от разных источников, да, и, честно говоря, обычно вот эти фейки, они, ну, тут сразу видно, что они фейки, и мы стараемся не обращать слишком много внимания. Но есть такие фейки сейчас, что сильно не отличаешь, честно говоря, есть профессионально уже сделанные на высоком уровне. Может быть, ну, может быть, но я думаю, что самое главное – это здравый смысл, какое-то вот критическое мышление о новостях. Вот, и тоже вот разные источники информации, да, чтобы мы были уверены в своей информации. Да, самое главное – не верить все сразу же, да? Это надо проверить информацию. В общем, очень точно вы сказали, что нужно обладать в первую очередь критическим мышлением. Все-таки сначала перепроверить, сделать вдох-выдох и проверить эту информацию. Полностью здесь с вами согласен. Но мы уже заговорили о конфликте между Россией и Украиной. Для нас в Казахстане этот конфликт, честно говоря, ужасен, потому что мы жили все в одной стране, в Советском Союзе, и себе даже в уме не могли представить, что такое, в принципе, может быть, когда бы то ни было. Но сейчас уже это происходит, и хотелось бы знать еще раз по этому поводу, по поводу этого конфликта, позицию Великобритании, чтобы вы еще раз озвучили. Да, ну, как вы знаете, мы считаем это вторжение в Украину нелегальным, жестоким. Мы помогаем государству Украины собирать доказательства о преступлениях военных. На самом деле мы видим, как Россия использует оружие против граждан. Мы абсолютно поддерживаем государство, демократическое государство Украины, защиту своей суверенитета и независимости. И я бы сказала, что вот наш премьер-министр, был Борис Джонсон, сейчас Лиз Час, они единогласно поддерживают эту позицию. Так что мы уже где-то 4 миллиона фунтов поддержки и военной, гуманитарной, экономической поддержки оказывали государству Украины, и мы будем продолжать. А вы участвуете также в антироссийских санкциях? Какой пакет антироссийских санкций принят сейчас в Великобритании? Ну, мы уже ввели санкции против где-то тысячи людей и около 100 организаций. Если не каждую неделю, но каждый месяц мы рассматриваем наши пакеты санкций и мы добавляем, когда мы считаем, что это нужно. И опять мы твердые в нашем решении, что мы продолжаем ожесточить систему санкций, если государство России продолжает эту незаконную, нелегальную войну. Так что это на самом деле самая-самая широкая и глубокая система санкций, которую мы когда-нибудь ввели. И, конечно, это очень важно продолжаться. Я тоже читал много раз, что это самые суровые санкции, которые когда бы это ни было, Великобритания применяла кому-то ни было. Но, с другой стороны, в Лондоне слышится часто русская речь. Я недавно был в Лондоне. Если человек попадает под санкции, он должен уехать? Что с ним происходит, если он попадает под санкции в Великобритании? Ну, на техническом уровне, наверное, это сложно объяснить. Но, конечно, это финансовые ресурсы, которые замораживались. Замораживаются счета, да? Да, да, да. Так что... Но они остаются на территории или им надо будет уехать? Что это происходит? Ну, насколько я понимаю, он может оставить. Будет, наверное, случай, когда, если виза понадобится, например, может быть, мы откажем будущую визу для... То есть не продлите визу, да? То есть не продлится, да? Да, да. Это вполне возможно. Но самое главное — это замораживание финансовых ресурсов. Понятно. Ну, давайте вернемся в Казахстан. В Казахстане работает British Council. Это известная организация. Это уже не одно десятилетие. Хотелось бы поговорить о его деятельности здесь у нас в Казахстане. Какие основные цели, задачи, программы, которые сейчас осуществляет British Council у нас в стране? Да, ну, мы очень гордимся тем, что British Council очень активно работает здесь, в Казахстане уже много лет. И, конечно, главным паралитетом является английский язык, экзамены по английскому языку. Где-то даже в этом году 13 тысяч человек в Казахстане приняли экзамены. К тому же British Council ведет тренировку для преподавателей, потому что мы очень хотим, чтобы уровень преподавателей по английскому языку был поднят. Есть очень талантливые, очень хорошие, но не везде. И это тоже очень важно. И, как вы, наверное, знаете, в Алмате в прошлом году открылся первый британский университет, Демонфетт университет. Кроме этого, есть, конечно, вот эти очень тесные сотрудничества между разными организаторами. Мы очень хотим это поддерживать. И в этом году British Council платит где-то 150 тысяч фунтов, чтобы поддерживать вот эти новые связи. И немножко посмотреть, есть возможности в будущем установить что-то новое, что-то интересное. Ну, я могу сказать, что английский язык стал учить людей все больше и больше. И это мы на самом деле только будем приветствуем, все только приветствуют. Помимо языка, значит, есть языковые, есть взаимоотношения между вузами. Это вот основные цели и задачи, которые у British Council. Да, ну, к тому же есть другие программы тоже, например, как это сказать, Creative Spark. Я не уверена, как это перевести. Наверное, вот искра креативности, да. И целом этой программы заключается в том, чтобы немножко побуждать, значит, тренировку, опыт тех, кто работает в креативном секторе. Потому что в Великобритании, например, это очень-очень влиятельный сектор, очень растающий сектор. И мы видим в Казахстане и в Центральной Азии, в общем-то, очень-очень хорошие перспективы. Очень хорошие программисты, например, которые работают в этом направлении. И мы опять работаем и с вузами, и с этим сообществом креативных людей, чтобы найти новые связи, можно сказать, и поддерживать этот сектор. Да, я как журналист, конечно, хотел больше спросить о том, делается ли что-то еще в области защиты прав человека, в области защиты СМИ, защиты свободы слова. У нас в стране какая-то поддержка оказывается? Ну, у нас, ну, маленькая программа, я бы сказала, но мы стараемся использовать нашу поддержку мудро. Например, в прошлом году мы поддерживали одну программу по противодействию бытовому насилию. Это, ну, очень такой важный и полезный вопрос. В Казахстане это важно, действительно. Да, да, да. По этой программе, например, мы поддерживали действия, чтобы тренировать, например, тех людей, которые отвечают, тех женщин, которые подверглись насилию, да, 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 и мы считаем, что это важно. Ну, иногда мы поддерживаем проекты, например, тех организаций, которые занимаются рассмотрением законов новых с точки зрения защиты прав человека, и иногда мы поддерживаем тренировки для журналистов, например. Спасибо большое, действительно, очень много уделяете внимания проблемам, которые у нас есть в обществе. Ну, вот вы знаете, я вот был на праздновании 70-летия правления Елизаветы II, и увидел фотографии, где члены королевской семьи приехали к нам в Казахстан и путешествовали по Аральскому морю. Я так понял, что вы уделяете достаточно... Есть какие-то программы по экологии или экологические программы есть между Казахстаном и Британией? Ну, пока нет таких программ, но это, честно говоря, моя главная амбиция, потому что я думаю, что вот все эти проблемы, связанные с изменением климата, с перестройкой, значит, с энергетической системой, не только в Казахстане, но и в целом мире, это для меня вот один из самых главных приоритетов. И особенно для Казахстана, поскольку Казахстан является, конечно, страной с богатыми ресурсами нефти, газа, угла, значит, конечно, это сложно для Казахстана делать, ну, так называемую, зеленую трансформацию. Да, 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 да. Но это так важно, и особенно, мне кажется, для вот этот следующий этап, да, экономического развития в Казахстане, значит, чтобы выскочить на следующий этап технологической инновации, строить новые рабочие места в новых промышленностях, вот эта зеленая трансформация, это нам должно быть, должна быть главной целью, мне кажется. Нет, как цель, конечно, хорошо, но для Казахстана это такой дорогостоящий проект, и я так чувствую, что это будет очень сложно, тем более, что вот этот вот карбоновый налог, увеличиваться он будет, и для Казахстана это один из внешних вызовов, если честно, особенно для нашей структуры экономики на данный момент. И, конечно же, я потихоньку перехожу к экономическим взаимоотношениям между Британией и Казахстаном, как вы их лично оцениваете, каков объем на сегодняшний день? Мы являемся одним из главных инвесторов в Казахстане. С самого начала наша нефтогазовая компания вложила средства и экспертизу в Казахстане, значит, у нас очень хорошая база. Оборот торговли — это где-то полтора биллиона фунтов в год. Мы сейчас очень активно развиваем новые секторы, например, сельское хозяйство. Значит, мы поддерживаем новый проект, когда шотландская корова будет везена в Казахстан, мы надеемся в инновации, в новые технологии. И есть очень много интересных проектов, которые сейчас надо вложить в усилия. Хорошо то, что в сельское хозяйство. Я, честно говоря, раньше думал, что в основном это обмен такой. Больше и больше нужен газ, нефть, уголь вполне возможно. А то, что в сельское хозяйство стали инвестировать, это на самом деле хорошо. Но мы активно рассматриваем этот сектор сейчас. Ну и уже хотела поговорить больше про взаимоотношения, вот туристический поток людей. Сколько людей приезжает из Великобритании в Казахстан? Вообще хорошо ли знают Великобританию о нашей стране? И сколько туристов или тех, кто хотят поработать или учиться в Великобританию, выезжает из Казахстана? У вас есть статистика? Мы даем где-то 12 тысяч виз каждый год для казахстанских граждан. Так что где-то 2 тысячи это студенты. Значит, мы гордимся тем, что самые хорошие студенты часто приезжают в Великобританию, учатся в наших самых хороших вузах. Ну, бизнесмены тоже и некоторые туристы. Ну, сколько британцев сюда приезжают? Я, честно говоря, точной статистики, кажется, нету. Мы знаем опять, что где-то вот полтора тысяч, две тысячи виз рабочих, значит, выдаются. Так что трудно сказать. Насчет туристов я не знаю, но я просто вижу. Например, я летом, я сама была туристом в Алматинской области. И, значит, разговаривая с разными людьми, видно, что британские туристы путешествуют. Они приезжают в Казахстан, наслаждаются замечательной природой. И надо, конечно, поддерживать все эти усилия, усилия программы, чтобы больше приезжали. Мы очень рады были бы видеть, тем более, что вот у нас есть Nomad Travel Club. Мы путешествуем, мы сами для себя по-новому открываем Казахстан. И, конечно, хотелось бы, чтобы о наших красотах, о наших объектах, культурных объектах, исторических объектов, как можно больше знал в Британии. Может быть, давайте какую-то программу какую-то наладим, информационную хотя бы, чтобы мы смогли бы до жителей Великой Британии доставлять информацию о Казахстане как можно шире. Да, ну, может быть, вы не знаете, но один из моих предшественников, Пул Брамл, он был послом в начале 2000-2000-х годов. Да, да, да. И он, на самом деле, он написал гид. Да вы что, гид по Казахстану? По Казахстану, да, да, да. Он такой очень литературный человек, он несколько книг написал, и один из них вот это террористический гид. Значит, очень рекомендую. Спасибо, я могу обратить внимание, на что обращают внимание британцы, когда выезжают в Казахстан, для нас это тоже очень важно. Ну, и, наверное, многих волнует в Казахстане вопрос, это вопрос виз, получения виз. Сейчас все жалуются на то, что процесс усложнился, поток слишком большой. По-разному связь говорят, что поток российских граждан, которые проходят через Казахстан, тоже хотят получить визу. Я не знаю, насколько это возможно, насколько это влияет. Что это на самом деле, как, что происходит? Почему сложнее стало получить визу в Британию? Хочу принять извинения, что сейчас на самом деле стало, ну, дольше, по крайней мере. Ну, раньше мы обещали, что будет, ну, обычно будет в три недели. Надо ждать три недели, чтобы получить визу. Сейчас, к сожалению, это уже 7-8 недел. И после подачи, значит, всех документов. Прекрасно знаю, что это, ну, огромное неудобство для многих. Так что я прошу прощения за это. Ну, просто вот эта проблема объясняется тем, что после ковида, ну, люди не путешествовали два года. И после ковида сразу же стали опять путешествовать. И наша визовая система была, ну, переполнена, можно сказать. И, значит, мы потихонечку, мы, конечно, стараемся вернуться к бывшему уровню, значит, обслуживания. Но будет еще чуть-чуть. Но я должна сказать, что когда люди подают, значит, обращение, да, к визовому отделу, в основном, ну, подавляющее большинство виз одобрено. В основном одобрено, да? Да, 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 да. Не надо волноваться, просто надо очень внимательно читать все инструкции, подать все нужные документы. И я уверена, что получишь визу. Просто надо немножко вот с нетерпением. С терпением, да, чуть-чуть. Да, да, да. Пейшн. Да, 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 пейшн, пожалуйста. Ясно. Большое спасибо за беседу. Я вот много раз был на приемах, и могу сказать, что приемы, которые организует британское посольство, они привлекают очень много людей, они такие все дружные, фишн-чипс, само собой. Много людей, много энтузиастов, которые любят британскую культуру. Поэтому очень рад вас видеть в нашей программе. Хотел бы еще с вами беседовать. У вас замечательный русский язык, кстати, очень понятно объясняете все, говорите, рассказываете. И хотел бы поблагодарить вас за замечательную беседу, за все точные ответы. Думаю, что наша аудитория удовлетворена всеми ответами и получила точные ответы на все вопросы. Спасибо за интересную беседу. Спасибо, до новых встреч. Мне остается только попрощаться с нашими зрителями. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok